Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 февраля и мне сегодня придется пикировать, вот я уже начала, свои ранние посевы. Если бы я посеяла, как я всегда говорила, что выбираю только вот такие низкорослые сорта, если бы выбрала только вот эти для посева, то мне не пришлось бы пикировать. Но так как вот несколько сортов, вот этот и вот этот, у меня так более-менее высокорослые, вы видите, что они сильно отличаются и я их буду пикировать. Я про пикировку уже рассказывала в общих словах, сегодня я этот видеоролик небольшой хочу снять только для того, чтобы показать. Я уже обещала, как я из одного лотка делаю частичную пикировку, то есть вот эти я убираю, а эти у меня останутся. И они будут расти дальше, чем они удобные, что они, можно их до месяца здесь держать, срок, когда им месяц будет, тогда только буду пикировать. Я уже говорила, что я их как торт вырезаю, смачиваю грунт, вот так вот вырезаю тот кусок, фрагмент, который мне нужно распикировать. Ничего страшного в этом нет, вот так просто беру, вот, и они у меня уезжают на пикировку. Так, сейчас я вам, теперь эту я отодвигаю, она нам уже не нужна. Вот этот вот квадрат, который я вырезала, грунт, который освободится, я потом снова его засыплю туда. Вот они у меня здесь получились, вот в таком виде. Меня попросили показать, как я выбраковываю при пикировке, но сегодня показать мне нечего, потому что, видите, получились сеянцы, как на подбор, все одинаковые высоты, одинаковой толщины стволики. Когда более массовые посевы, то я, конечно, делаю пикировку, но вот когда такие ранние посевы, их очень мало, их же вот прям поштучно, и я почти их не выбрасываю. Даю им второй шанс, и если, например, попадется чуть меньше ростом, я его тоже оставляю. Так как земля, грунт смоченный, он очень легко отстает от корешков, и это обязательное условие, накануне пикировки нужно полить. Вот такие длиннющие у меня корни, вы, наверное, видите, видите, висят. Их я обязательно укорачиваю, то есть стержневой основной корешок я отщипываю. Можно отщипнуть самый кончик, можно отщипнуть вот, видите, уже начались, начался рост боковых корней. Во время пикировки я смотрю, вижу, корни белые, хорошо развитые, вот уже боковые начали корешки образовываться, вот они. Все они белые, здоровые, значит, они все идут у меня в тот лоток. Сейчас покажу вам, где он у меня. Вот этот лоток, он у меня уже подготовлен. Я смочила грунт, сделала там отверстия, дырочки, равные количеству от моих томатиков. Вот так их рассаживаю и все. На этом моя пикировка закончится. Сейчас я вот так около сеянца немножко, как обрушу вот эту землю. Землю накладываю вровень, прям с лотком. Почему так много? Потому что она сейчас пока распушенная, ее много. Во время поливов последующих, буду же поливать, поливать, она прибьется и получится, что земля будет вот так до края не доставать. И поливаю, опять осторожничаю с водой, поливаю только под корешок, именно в ту ямочку, в ту дырочку, которая была запланирована. Если лоток большой, а сеянец маленький, я немного его вот так поднимаю. И еще раз чуть-чуть туда, как притрамбовываю вокруг него. Все, вот эта пикировка у меня ранних посевов. Естественно, что я каждую всю не буду показывать, что это. И еще раз напомню, для чего я делаю пикировку. Ну, во-первых, во время пикировки мы делаем стимуляцию корневой системы. Вот этот отщипываем, начинается быстро боковое. Заглубляем одновременно, начинаются вот здесь образовываться боковые корни. Мы всеми способами увеличиваем корневую систему. И еще, если бы тут попались, вот среди вот этих, например, были бы все высокие, был бы вот такой маленький-маленький и такой, как бы, ну как говорится, косой, кривой, корявый, мы бы его брать не стали, потому что время и места зря занимать не будем. Пикировка проходит очень быстро. И для томатов пикировка это обязательное условие. Если перцы мы можем, хотим пикируем, хотим не пикируем, то томаты пикируют почти все, потому что вы видите, что если их не пикировать, они немножко даже вот как подвытянутые. И вот эта вот вся площадь, она нам даст много-много еще корешков. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это я пикирую самый первый свой посев, первую партию, которая будет расти в теплице, для получения самого-самого раннего, суперраннего урожая. До свидания.